Мы читаем учение 10 сферот, 1-й том, 3-я часть, 169-я страница, Куб Самахтет, внутреннее созерцание, 3-я глава, 4-й пункт. Вопросы можно задавать на Каббал-Алиам, Кабсиоэл. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока. Да, пожалуйста. Четвёртый пункт. И когда соединяются 10 сферот отражённого света и 10 сферот прямого света, получаются в каждой по 10 сферот. Так как Малхут, в которой не было ничего от прямого света, заработало 10 полных сферот отражённого света от Кетра до Малхут. Потому что все прошли через неё и остались в ней постоянно, так как не существует исчезновения в духовном. А Исот прямого света, в котором была только одна сфера прямого света, постиг сейчас из отражённого света 9 сферот. От Хухмы и до Малхут. Так как все они прошли через него. А от прямого света, в котором были только 2 сферы, постиг сейчас из отражённого света 8 сферот. От Бенэй до Малхут. На этах прямого света, в котором было 3 сферы, постиг 7 сферот. От Хэсида до Малхут. И далее, таким же образом, до Хухмы прямого света, в которой было 8 сферот прямого света, Хухма Бена Хагат Нэй, она постигла сейчас Исот и Малхут отражённого света, восполнившись до 10 сферот. И Кетр прямого света, в котором было 9 сферот, Кахапа, Хагат, Нэйи прямого света, постиг сейчас Малхут отражённого света и восполнился до 10 сферот. Ещё раз прочитаем 4 пункт. И когда соединяются 10 сферот отражённого света и 10 сферот прямого света, получаются в каждой по 10 сферот, так как Малхут, в которой не было ничего от прямого света, выиграла 10 полных сферот отражённого света от Кетр до Малхут, потому что все прошли через неё и остались в ней постоянно, так как не существует исчезновения в духовном. А Исот, прямого света, в котором была только одна сфера прямого света, постиг сейчас из отражённого света 9 сферот, от Хухмы до Малхут, так как все прошли через него. От прямого света, в котором были только 2 сферы, постиг сейчас из отражённого света 8 сферот, от Бины до Малхут. Нецах прямого света, в котором было 3 сферы, постиг 7 сферот, от Хецеда до Малхут. И далее, таким же образом, до Хухмы прямого света, в которой было 8 сферот прямого света, Хухма бина Хагатны, и она постигла сейчас из соды Малхут отражённого света, восполнившись до 10 сферот. И кетер прямого света, в котором было 9 сферот, Кахаб Хагатны и прямого света, постиг сейчас Малхут отражённого света, и восполнился до 10 сферот. Прекрасно. Ну так, как обычно, Киев. Да, дорогой Раф, вот написано, что Есот прямого света, была в нём сначала одна сфера прямого света, а он постиг 9 сферот отражённого света. Вот это состояние кем постигается? Малхут, которое включается в Есот или как? Конечно же, всё это соединяется с Малхут, и Малхут постигает. Но то, что она постигает, это зависит от той высоты, на которой она постигает. Сферот света прямого и отражённого соединяется с Малхут, и, собственно, Малхут, включая всё, принимает все сферот прямого и отражённого света, и так определяется её ступень. Исходя из того, что у Есот есть только один свет, который проходит Малхут, и 9 отражённого света, которые проходят от Малхут через Есот до Кетра, в каждом месте есть 10 сферот, но зависит от того, сколько прямого света и сколько отражённого. Это основное, что он хочет нам сказать. Хорошо. А как понять, что через него проходят вот эти вот 9 сферот отражённого света? То есть Малхут в любом случае до Кетра должна сделать отражённый свет? Я не совсем понял. твой пример. Свет проходит через все сферот от Кетра до Малхут. И затем приходят 10 сферот отражённого света от Малхут до Кетра. И что же ты спрашиваешь? Кто получает? И вы говорите, что они проходят через Есот, вот эти вот сферот отражённого света. Ну, не только через Есот, через ООО, через все сферот. Так, а он сам, этот Есот, что постигает в сухом остатке? Есот ничего не получает. Мы только говорим, что если Малхут стоит в Есоте, что у неё есть от прямого света и что от отражённого. если она стоит в воде, что тогда у неё есть от прямого отражённого света и так далее. Так, а состояние, вот ступень, которая вот постигается вот в этот момент, это как она называется? Это Есот называется? Кен. Да, Есот, он причина, у него есть 9 прямого света и 1 отражённого. 5.19. Он говорит, Он говорит, Кетер прямого света и Кахаб Хагат Энии отражённого света, восполнившись до 10 сферот. Малхут, и мы говорим, что выигрыш он в отражённом свете. Какие условия, чтобы был отражённый свет? Чтобы было у нас сокращение экрана отражённый свет и она, Малхут, дополняется сферу до 10. Можно сказать, что десятка может создать отражённый свет? Конечно же. А как практически это сделать? Если соединяются и хотят восполнить друг друга, так вы уже находитесь в полном круге, в полном соединении и превращаетесь 10 сферот, в порцов, вы становитесь нишамой. То есть вся наша работа — это создать отражённый свет. А вообще мы создаём отражённый свет? Это возможно в десятках создать отражённый свет? Насколько вы хотите отдавать Творцу и чувствуете, что вы получаете от Него, когда Он даёт вам, и вы хотите назад отдавать Ему, как гость и хозяин. Так вы производите с помощью этого и прямой отражённый свет, и вместе они называются порцовом. Я в этом и спрашиваю. Вы видите, нам удаётся создать отражённый свет? То, что я вижу, это неважно. Я говорю тебе условия, на основе которых мы делаем порцов. Турки 4. Турки 4. Рав, вы говорили о связи и отношениях между гостем и хозяином. Если мы должны почувствовать нашу десятку как девять первых высших сферот, чтобы почувствовать и создать отражённый свет, конечно же, вся десятка существует для того, чтобы производить этот отражённый свет. Как мы можем достичь девять первых сферот, которые воздействуют на нас? Когда вы соединяетесь между собой и намереваетесь назад отдавать хозяину, вы начинаете ощущать правильное отношение, которое есть у хозяина к вам? То, что мы читали, кажется, что можно так себе представить, что все сферот прямого света в кетаре, но ведь не все сферот получают напрямую из кетара. Как относиться к этому процессу? кетаре, я не понял тебя, что это за все сферот относящиеся к кетаре? сферот не не вижу сейчас ты перед собой на английском, но написано, что нетцах получают орешар от года и исо, да? Она не получает прямой свет, она получает отраженный свет. Не понял, какая сфера? Может, я неправильно спрашиваю, но то, что я пытаюсь сказать, что если кетар хохма-бина, это свойство Творца, и мы говорим, что Малхут это я, так что же такое Зерампин, как он возник? Уважаемый, я не могу сейчас давать тебе целую лекцию, как родился Зерампин, и что там происходит, мы учим что-то конкретное, об этом спрашивай, если только то, что написано, а не то, что сейчас, я очень уважаю твое желание все знать, но не то, что ты возьмешь вот этот урок и будешь спрашивать то, что тебе хочется, как произошел Зерампин, так не работает, я извиняюсь, в любом месте, где мы вместе, ты можешь спросить только до определенной границы, подумай о других, это больше поможет тебе раскрыть эти вещи больше, ты спросишь и получишь ответ. Пожалуйста, муж. Пятый пункт. Находим, что Малхуд отраженного света постигла уровень кетер, поскольку соединилась с кетером прямого света, и сот отраженного света постиг хохмо, так как соединился с хохмой прямого света, а от постиг уровень бины, так как соединился с биной, и вследствие этого определяется, что хохма прямого света также постигла уровень кетер, поскольку Малхуд отраженного света, которое соединилось с кетером и стало уровнем кетер, прошла через хохму и определила там постоянное место, и потому через нее постигла также и хохму и хохма уровень кетер, также и бина прямого света постигла уровень кетер, так как Исот и Малхуд отраженного света, которые стали хохмой и кетером, прошли через нее и оставили в ней свои корни. И таким же образом каждая сфера прямого света постигла уровень кетера, потому что Малхуд отраженного света, которая объединилась с кетером, обязательно прошла через них и осталась там в постоянстве. Итак, после того, как поднялся отраженный свет и соединился с прямым светом, сравнялись все сферот одним уровнем до кетера. Дальше. Шестой пункт. И определяется, что это взаимное включение, когда в каждую из сферот включены десять сферот, вследствие соединения прямого и отраженного светов располагается в толщину и в соответствии с вьютом. И они одеваются друг на друга по той причине, что их уровни равны. Таким образом, в самой внутренней части их всех располагаются десять сферот, относящихся к кетеру, в ширину от кетера до малхут, и на них в толщину облачаются десять сферот, относящиеся к хухме, которые располагаются в ширину от кетера до малхут, и на них облачаются десять сферот, относящиеся к бине, от кетера до малхут и так далее, до того, что что 10 сферот в Малхот одевают всех извне во внешнем от Кетера до Малхот. Итак, мы выяснили, что в результате каждого зевуга до АКа Высшего Света с экраном Пхины Далек должны выйти 100 сферот, то есть 10 сферот в ширину, и каждый из них распространяется в 10 сферот в толщу, и уровни всех их равны до Кетера. И таким же образом во время зевуга до АКа на экран уровня Гимму выходят 9 сферот в ширину и 9 сферот в толщу, в Иют, уровни которых равны до Хухмы. Также при зевуга до АКа на уровень Бет выходит 8 сферот в ширину и 8 сферот в толщу, уровни которых равны до Бины, и далее таким же образом. То есть он даёт здесь нам правило, как мы видим, что свет прямой дополняет отражён свет до 10 сферот, и всегда получается у нас полная Кли, собственно говоря. На каждом этапе есть у нас часть отражённого света, часть прямого. В конце концов, пока мы все не заходим в зевуги, тогда у нас есть все полные сферот. Каждая дополняет другие, все другие дополняют её, и так это приходит к взаимному полному дополнению. Тель-Авив 3. Рав, почему сферот прямого света должны достичь Кеттера? Ведь они выходят с Кеттера. Они не должны достичь Кеттера. Сферот отражённого света, собственно, достигают, дополняют Кеттер. Какая цель Малхуд, которую производит в зевуг со сферот прямого света? Какая её цель? Цель Малхуд — произойти отражённый свет, чтобы он стал Кли для всех сферот прямого света. То есть она приводит к определённому постижению? Ну, конечно же, Малхуд приводит к постижению. Малхуд, каждая сфера и общая Малхуд в конце Парцуфа — это, собственно, Кли для постижения света. Постижение сферот прямого света. Насколько Малхуд в своём отражённом свете может облачиться на прямой свет, это означает, что она постигает этот свет. А облачение — это значит постижение. Хорошо. Киев-1. Вы сказали, что сферот отражённого света и сферот прямого света всегда образуют десять сферот. Вот что это значит? Как они друг друга дополняют? Насколько есть у нас прямой свет и отражённый свет, всегда у нас будет десять. Так как не может быть, чтобы было в отражённом свете больше или меньше. Если у нас есть десять сферот, то есть Парцув, с экраном, с отражённым светом, то таким образом это работает. Флорида. Флорида. Да, Рав, что значит, что десять сферот Малхут облачаются вне себя, от Кетра до Малхут? Что значит, что это вне их? От Памеле. Ещё раз, Эля. Да. Он спрашивает, что такое, что десять сферот от Кетра до Малхут облачаются вне себя. Десять сферот от Кетра до Малхут облачаются вне... Где он это читает? Третий параграф от конца от конца Третий абзац сверху. В каком пункте? Видимо, шестой пункт. Шестой пункт. И в результате каждого сначала располагается толщиной. Они одеваются друг на друга по той причине, что уровни их равны. Таким образом, что внутренней части их всех располагаются десять сферот, относящихся к Кетра в ширину от Кетра до Малхут. И на них в толщину облачаются десять сферот, относящихся к Хохме, которые располагаются в ширину от Кетра до Малхут. И на них облачаются десять сферот, относящиеся к Бине от Кетра до Малхут и так далее. до того, что 10 сферот Малхут одевают всех извне, во внешнем, от кетер до Малхут. Так что он спрашивает? Он спрашивает, что такое, что 10 сферот Малхут облачают всех извне, во внешнем, от кетер до Малхут. Последнее производит звук ДАКА и облачает всех.